Продолжение следует... И давать парому возможность перевозить грузы, машины, людей. Ну, у меня отец работал на Минине. В 92-м году я прибыл, он меня, в принципе, привел на катер. Я с ним вместе работал. В принципе, мне сразу же понравилось на нем работать. Отличный такой катерочек, удобненький, маневренный. И самое главное, что такой нужен для порта. Без него вообще никуда. Что может этот привод все-таки новый поставить на насос топливный? Да нет, Максим. Сейчас такие, говорю, надо будет срочно запускаться, а мы там будем насос отцепленный. Это уж потом... На ремонте. Сейчас можно, знаешь, что сделать? Форсунки подготовить, прессануть. Чтоб потом сразу комплект был. Тернуть вечером. Новые поставить, уже опрессованные, все. У нас эти-то есть? Нет, блин. Распылители есть, получали они. Новые, мы же тогда, по-моему, что-то перебирали, что-то. А еще же там пачку, да, Лена? Фильтров надо менять уже будет, масляные, топливные. Ну, понятно. Ладно тогда. Сегодня тогда что, ждем погоды? Да, там давали северо-западную. Но он пока нормально. От берега будет отгонять нам. Ну, на Байкал я попал в 82-м году, после распределения. Работал я на разных теплоходах. Некоторые уже даже и не ходят. Списанные. Молодежи много тогда было. И теплоходов больше было, работали. На БАМ как раз строился, грузы шли, туда ходили. По всему Байкалу, короче. Ну, и там познакомился с будущей женой. Она работала поварихой. После навигации женились. Появились дети, уже выросли взрослые. У старшей уже свои дети. Уже дедушкой стал. Так, короче, и провел я всю жизнь здесь, в порту Байкалья. Ну, как сказать. Привыкли уже жить. У нас дома-то деревянные такие. Больше строительств нет, чтобы там на расширение или что-то получить. Но привыкли уже все. Дети уже взрослые. Взрослые. Порт, конечно, очень сильно, очень сильно разваливается. Сама деревня, это вроде бы есть и железная дорога, вроде бы есть и туризм. Ну, нету самих, то есть продвижек, чтобы туризм этот завлекать сам. Чтобы какие-то интересные там проекты, какие-то интересные там, даже населению, чтобы где-то было работать. Не один флот, который вот остался у нас более-менее. Как бы, как бы, а, чтобы, ну, какая-то турбаза какие-то или еще что-то там. Короче, поднимать надо порт. И больше ничего. Если порт тоже закиснет и заразвалится, все, население только остается только рыбалкой, только охотой, и все, больше ничего. Вот это одна единственная переправа, которая обеспечивает поселок элементарно продуктами, скорая помощь суда, и все остальное, туристы. И так наши местные жители связаны с Большой землей. Практически без этого теплохода была бы невозможной. Вот что я вам хотел сказать. Понравилось мне работать на Байкале. Красивые здесь места. Иногда раз на рогатку, да, обратно идешь. Нерпус плывает. Они уже к нам привыкли до того, что даже и не боятся. Голову высунут и смотрят, как мы мимо проходим. Уток здесь много. Всю зиму они вот на истоке, на воде. Собираются в штай. И зимой здесь ангара вот мы не даем ей полностью замерзли. И они вот на этой воде и крутятся. Моторист сейчас со мной стоит Максим Муральский. Он заканчивает через год. Филиал от Красноярского техникума. Тоже будет штурман, механик. Парень толковый. Может и маневры сделать, и лед подолбить. Ну и думаю ему передать. А сам уже к нему в помощники пойду. Пусть молодые. Молодые дальше работают, делают. Хочу остаться, не знаю, как... Дмитрий Владимирович вроде как слышал, что хочет оставить меня. Как бы своим преемником. Ну я, конечно, постараюсь. Как бы сделать это все. Ну все зависит тоже. Вот начальство много зависит. Вложился бы куда-то кто-нибудь, чтобы это все было красиво и удобно жить. И, как говорится, на поколение вперед. Кто-нибудь это задумал. Чтобы дети оставались, чтобы... Да и старики, чтобы жили нормально. В это надо вкладывать, в будущее. А не в то, что сейчас уже происходит. Каждый себе гребет, а нифига хорошего нет. Каждый себе гребет, а нифига хорошего нет.